Полторы тысячи супружеских пар состоят на учете по бесплодию в Актюбинской области. 300 семей ждут своей очереди на процедуру ЭКО по квоте. Но пройти ее в этом году смогут только 53 пары. Между тем, репродуктивное здоровье населения сейчас вызывает беспокойство у медиков. И длительное ожидание квоты на экстракорпоральное оплодотворение снижает шансы таких семей стать родителями. Подробности у Натальи Сальковой. 32-летняя Юлия в браке 5 лет. Все эти годы супруги мечтают о ребенке. Длительное лечение результата не принесло. В этом году у них появилась возможность пройти процедуру ЭКО по квоте. Сейчас женщина, которая попросила не показывать ее лица, проходит обследование и сдает необходимые анализы. Говорит, что самостоятельно такие траты многим не осилить. Это очень дорого. Анализы дорого. Гормональная терапия вся дорога. Это среднестатистическому нет. Неподъемная сумма. Если у нас в Актюбинске, это где-то больше миллиона. А если обращаться в другие зарубежные клиники, там в России, то это вообще неподъемная. Конечно, не все могут позволить. На учете по бесплодию в регионе состоят полторы тысячи семейных пар. Для половины из них экстракорпоральное оплодотворение – единственный шанс стать родителями. В последние годы, говорят специалисты, вызывает беспокойство репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин. Если раньше мы видели, зачастую был у нас трудный фактор бесплодия, то сейчас это у нас и эндокринные факторы, и часто сочетанные. То есть это бесплодие как со стороны женщины, так и со стороны мужчин. Стрессы, инфекции, какие-то гормональные сбои. Все в совокупности дает нам картину. В своей очереди на ЭКО по квоте ждут 300 актюбинских семей. Бесплатно пройти процедуру в этом году смогут лишь 53 из них. Ожидание счастья материнства для многих женщин затягивается на годы. И с каждым разом таких шансов все меньше. Для репродуктологов обидное в том, что люди привыкли, что квот мало, люди привыкли, что ЭКО доступно только тем, кто имеет деньги. И поэтому то, что они по 7-10 лет ходят по участкам и потом приходят в ЭКО-центры, когда у них снижен резко авариальный резерв, когда шансы наступления беременности в связи с возрастом, в связи с снижением авариального резерва снижаются. Хотя на сегодняшний день эффективность ЭКО при хорошем анамнезе уже более 40%. Между тем, по словам экспертов, с годами снижаются шансы не только стать родителями, но и сохранить семью без детей. За 8 месяцев текущего года 109 пар браков было расторгнуто по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. За аналогичный период прошлого года было расторгнуто 158 браков по взаимному согласию, которые не имеют общих несовершеннолетних детей. Я беру из своего собственного личного опыта, из тех случаев, с которыми я работала, 99% пар разводятся. Они, допустим, прожив 3, 5, 7 лет, не имея детей, приходят к такому, скажем, не всегда обоюдному пониманию и разводятся. За последние 9 лет региону было выделено 330 квот на экстракорпоральное оплодотворение. На свет появились больше 100 детей. Наталья Салькова, Инадин Молдобеков, Октубе, Хабар-24.